Коронавируса боитесь? Коронавируса? Боюсь. А у меня вот. Боятся, рискуют здоровьем, но работают. На мини-прилавке цветочки, яблочки, малосольные огурчики. На стихийный рынок с большим скоплением людей, 70-летних пенсионеров гонит нужда. Пенсии-то какие? 9 тысяч пенсии, но ее проживешь развить? А лекарство какое? И на что жить? Просто говорить не хочется ничего. Согласно ковидным поправкам, губернаторский указ, дачники старше 65 с 26 июля должны доедать свои огурцы и помидоры дома. Домашний режим для них продлен почти до сентября. Но если раньше, до дачного сезона, его хоть как-то соблюдали, то теперь это нереально. А вот это вот куда девать? Поэтому приходится, иначе пропадет все. Были бы приемные пункты, мы бы пришли и сдали туда, как раньше это было. И все, и мы бы не сидели здесь. Оно у нас не получается. Нам копеечка, так пенсия, да сами знаете. На поход к врачу и магазин «Добро». На прогулки и проезд в общественном транспорте запрет. На Спартаке десятки пенсионеров. Кто в маске, кто без, близко к друг другу. Ждут автобус, чтобы сбежать подальше от города. В саду, во-первых, свежий воздух, получается полная изоляция, солнце, то есть человек оздоравливается. А автобус? Можно же в автобусе проехать, где очень много людей. Ну, конечно, это затрудняет, но вот нынче добавили третий автобус, и поэтому сейчас как-то более-менее свободно, а то ведь прямо вот автобусы были битком. Чем продлен для людей старше 60 лет? Я все понимаю. По-моему, поздно администрации хватило. Надо было раньше это сделать. Я лично страх испытываю. В руки заболею и все. А если я заболею, я уже все, я не выкарабкаюсь. Тем не менее, вы едете в автобусе, где очень много людей. Ну, у нас машины не было никогда, у нас нет транспорта. Ну как, что делать? А сейчас огурчики вырастут. Куда? Домой надо их. Солю я дома. Это не работающие пенсионеры, которые зарабатывают с грядки. А вот работающим уйти на изоляцию проще. Работодатель должен отправить их на больничный с оплатой из фонда соцстрахования. Размер выплат определяется исходя из среднего заработка работающего гражданина. То есть, как и обычный листочек. Оплачивается он за счет фонда социального страхования за все дни и в течение 7 дней после направления сведений работодателям. Кто хотел, кто-то сходил на больничный. А почему вы не смогли пойти? Думаю, я просто не хотела. Ну, я просто человек старой закалки, как говорится. И иммунитет у меня хороший, я не боюсь. Работать некому у нас. Поэтому бросать не могу. В учреждениях культуры тоже не собираются отказываться от своих кадров. Так, в одном из музеев города пояснили, что отправить пожилых сотрудников на больничный не могут в самый сезон. А зря, уверен главный врач Олейской ЦРБ, на базе которой создан один из ковидных госпиталей края. Почему дома пожилым у них у всех сопутствующие заболевания? Очень много людей, которые в тяжелом состоянии, у них сопутствующая патология, гипертоническая болезнь, курение, ожирение, диабет. Я вот назвал вам всего четыре причины. Так много у нас людей после 65 лет без гипертонии, без диабета. Кстати, сам врач с начала пандемии отправил своих пожилых родителей на самоизоляцию в деревню. Они не выходят из дома без крайней необходимости уже три месяца. А вот наши с вами родители, которые ходят по улице, продают огурцы, садятся в автобус, едут на дачу. Получается беззащитны. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.